Всем добрый день! Сегодняшний антивозрастной уход у нас будет направлен на коррекцию проблем в области шеи и декольте. И сегодня мы с вами будем применять вот этот роскошный крем под номером 0319 в коллекции Платинум компании Файберлик. Я сейчас в руках держу подарочный вариант. Скоро эта коробочка поедет к своему обладателю, а именно к тому человеку, который либо активнее всего комментирует ролик, где я показывала упражнения для области шеи, либо его комментарий больше всего набрал лайков. То есть вот его подарочный вариант. Но у меня есть мой домашний вариант, потому что этот крем я очень люблю. И на регулярной основе, если позволяет время, поездки, использую его обязательно для коррекции зоны. Еще раз повторю, шеи и декольте. На самом деле правильно сказать декольте и шеи, потому что вот так мы будем наносить. И я сейчас нанесу этот крем. Покажу, как это делаю я, потому что есть некоторые особенности. Вот я так считаю. И расскажу те фишки, которые есть в его составе. Я думаю, что я вам Америки не открою, если скажу, что кожа шеи наравне с руками выдает наш возраст. Более того, шея страдает от того, как мы с вами ходим. То есть какая у нас осанка. От наших привычек, сутулимся мы или нет. От того, какая у нас подушка. То есть я делала отдельный ролик, где проговаривала основные причины, по которым у нас появляются морщины в области шеи в раннем возрасте. У меня шея тоже не идеал. Мало того, что у меня телосложение такое, что шея достаточно короткая. И она у меня, если вдруг я начинаю себя не контролировать и сутулиться, она у меня как бы втягивается в плечи. Это один момент. И второй момент, то что она у меня травматична. То есть у меня асимметрия в виде мышцы. Мне это приходится корректировать и с помощью гимнастики, и с помощью, конечно, косметики. Но я сразу скажу, одной гимнастикой добиться хорошего результата в области шеи невозможно. Вот правда. Ровно так же я считаю, что одних уходных процедур на расслабление, на подпитывание тоже недостаточно. То есть шея это тот орган, который нужно держать и удерживать. Поэтому у меня все равномерно. И зарядка для шеи по возможности, и гимнастика для лица, в том числе для шеи. И, конечно, очень хорошее уходное средство. Более того, лично я стараюсь именно для области шеи выбирать самые мощные косметические средства. Потому что, еще раз, шея очень уязвима. И если мы за лицом хоть как-то следим, если мы его защищаем от ультрафиолета целенаправленно, то шея у нас, что называется, открыта всем ветрам. Так вот, мне помогает вот этот самый роскошный крем. У него потрясающий состав. Вот просто реально потрясающий состав. То есть, смотрите, я выдавливаю небольшое количество. То есть, вот так вот дозируется этот крем. И я уже предварительно умылась, протонизировала свою кожу. Конечно, я показывать не буду, насколько. Но я стараюсь крем наносить буквально от ложбинки между грудями. Потому что, вот, ну есть женщина, ладно, за шею поухаживала, поухаживала. Но вот эта кожа, она тоже имеет свойство выдавать наш возраст. Она становится более дряблой. И очень часто здесь вертикальные морщины появляются. А между грудью прям-таки вот кожа собирается в гармошку. Поэтому, конечно, вам видно не будет. Но я на самом деле наношу от области между грудей. То есть, вот у меня зона декольте начинается именно там. И, скажем так, широко. Конечно, когда я не перед камерой, то весь этот процесс немножечко у меня длится по-другому. То есть, я вылезаю, скажем так, ну простите за грубое слово, вылезаю из-под душа или из ванны. Вытираю, да, наношу крем, там, всю зависимость от того, что у меня сегодня для тела. Потом ухаживаю за шеей, зоной шеи и декольте. То есть, ухаживаю. И, соответственно, потом только лишь приступаю к лицу. Очень часто у меня кремы, особенно антивозрастные для лица, они служат средствами для зоны шеи и декольте. Но вот отдельным, отдельным, знаете, вот таким особнячком стоит вот этот самый роскошный крем для зоны шеи и декольте. Вот так вот немножко. Но я еще этот крем наношу на нижнюю треть лица. Я вам сейчас объясню. То есть, вот буквально вот таким вот образом. Могу на верхнюю группу и вот таким вот образом. То есть, предварительно, когда я использую этот крем, прохожу им курс. То есть, я могу себе позволить в течение месяца, не меньше, ежедневно применять этот крем. Или же я его могу использовать в качестве маски для зоны шеи и декольте. Допустим, в периоды февраль-март я использую эту маску в качестве вот такого курса, омолаживающего минимум один месяц. То есть, ежедневно, вечером у меня вот эта маска. Потом я могу переходить, в зависимости от того, что вижу, что кожа начинает все-таки брать свое возраст. Точнее, я тогда вот этот роскошный крем применяю в качестве маски 2-3 раза в неделю, если удается. И вот когда в качестве маски, то есть, не обязательно его наносить более толстым слоем, ну, для поддержания. Вот тогда я наношу обычный свой базовый крем на лицо. Даю ему впитаться. И вот здесь вот меняется немножко схема. И тогда наношу вот этот крем для зоны шеи и декольте. То есть, он достаточно быстро впитывается. Но обязательно захватываю нижнюю треть лица. И теперь объясняю, почему я делаю это именно так. Все благодаря его потрясающему составу. Во-первых, в основе находится масло макадамии. Про него, я думаю, нет смысла говорить, насколько это классный продукт. Масло, которое не вызывает аллергических реакций, великолепно ее увлажняет и питает, и обладает омолаживающими свойствами и так далее и тому подобное. Но в составе есть еще масло рисовых отрубей. И вот оно работает как мощный антиоксидант, как средство, смягчающее нашу кожу, как средство, которое стимулирует микроциркуляцию, как мощный увлажнитель. И масло рисовых отрубей работает как средство, восстанавливающее кожу после ультрафиолета. То есть, борется с признаками фотостарения. Это я просто делаю такую ремарку и сноску, потому что напомню, что наше шея очень уязвимо, всегда открыто воздействует и ветров, и солнца в том числе, и мы очень редко забываем ее защищать от ультрафиолета. Поэтому она и открыта, она уязвима, и чаще страдает, чем кожа лица, скажем, от ультрафиолета. Дальше. Я пропускаю некоторые компоненты, нет смысла на них делать акцент. Здесь же присутствует комплекс, запатентованный французами. Это комплекс матриксил морфомикс. Вот почему на нижнюю треть я наношу. Потому что, во-первых, этот комплекс даже рекомендовался при морщинах-марионетках, то есть при вертикальных морщинах. То есть это пептидный комплекс, который выталкивает глубокие морщины изнутри. И этот комплекс помогает разглаживать морщины вертикальные, горизонтальные. Ну, понятное дело, что если у нас здесь как естественная складка, то есть морщина образуется в естественной складке, то просто будет уменьшаться ее глубина и длина. Но этот же комплекс пептидный очень хорошо подтягивает кожу. Поэтому я люблю этот крем с учетом того, что бывает такое провисание. Я называю куриная шкурка. Когда кожа с возрастом начинает терять эластичность, становится более тряблой, она немножко провисает. Вот тряблость появляется именно в коже. Мышцы – это мышцы. Там гимнастика может помочь. А вот кожа – это кожа. Так вот этот самый комплекс матриксилнорфомикс, он стимулирует выработку многих видов коллагена. Поэтому происходит великолепная подтяжка. Ну, представьте, мы, допустим, нанесли этот комплекс только на одну шею. А у нас вот эта вот часть, то есть подбородок с нижней трети очень тесно между собой переплетены. Поэтому я стараюсь этот крем наносить, еще раз, крем для зоны шеи и текольте, наносить в том числе на нижнюю тресть. То есть захватывать всю вот эту, вот так вот, скажем, проблемную нашу зону. Поэтому потрясающий ингредиент у нас еще в рамках компании Фаберлик – это комплекс в обновленной коллекции Ренаваш. То есть именно матриксилнорфомикс. Дальше у нас здесь присутствуют такие компоненты, которые я, ну, редко проговариваю, но тем не менее здесь скажу. Такой комплекс полисахарид, как триголоза. То есть он у нас работает здесь как увлажнитель, как антиоксидант, как средство, которое великолепно тоже, ну, помогает удержать влагу на коже. Поэтому все вместе, вот в совокупности, да, вот такой вот синергизм компонентов. Они друг друга усиливают. Дальше есть витамин В3, никотинамид, который работает и как мощный антиоксидант, и как средство, которое стимулирует микроциркуляцию. Но еще витамин В3 очень ценится как средство, которое стимулирует клеточный метаболизм. То есть вот такой еще витамин. Но и это еще не все. У нас здесь присутствует комплекс, так, 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 сейчас я его найду, который называется лизолицитин. О нем мы тоже мало говорим, но вот этот комплекс очень нам ценен с точки зрения того, что он укрепляет кровеносные сосуды, то есть стимулирует микроциркуляцию и тоже вот опосредованно влияет на тонус, да, вот нашей кожи, на ее увлажнение. Дальше у нас здесь присутствует гиалуроновая кислота в виде соли, то есть более глубокое увлажнение, нет смысла об этом говорить. Есть наночастицы платины, то есть мощный антиоксидант. Есть, конечно, кислородный комплекс новофтем. Дальше есть алантаин. Есть креатин, тоже редко говорю, но тут работает как натуральный увлажнитель. Ну, то есть, в общем-то, состав достаточно мощный и очень эффективный. Но еще раз повторю, что вот это все сочетание, ну, ну, очень хорошо влияет на нашу кожу. Поэтому, знаете, как я хочу сказать, если ты не следишь за собой, не следишь за своей шеей, то результата не будет. А за шеей нужно следить более упорно, скажем так. И чтобы увидеть результат, конечно, нужно более длительное время, чем если бы мы ухаживали за своим лицом. Так что вот такой вот у нас замечательный, где мы кремушек. Крем для зоны шеи и декольте. Вот, если, конечно, не жалко для себя любимой, потому что здесь небольшой объем и зона приложения достаточно большая. Так вот в среднем не хватает вот этой баночки всего лишь навсего на две недели. Но, когда не жалко для себя любимой, да, если мы захватываем еще верхнюю часть груди, то подтягивается кожа и происходит, не хочу сказать, что там прям супер-пупер результат, но грудь немножечко приподнимается, ремоделируется ее форма. Но это очень длительно нужно, конечно, постараться, чтобы вот здесь, вот за счет того, что мы вот в этой зоне подтягиваем кожу, да, у нас немножечко приподнимается грудь. Но это реальный результат, но опять-таки кропотливый очень. Поэтому все-таки рекомендую женщинам иметь вот такой роскошный крем, потому что если посмотреть на линейки, которые у нас есть, вот он действительно стоит особнячком. И периодически, даже если мы не можем себе позволить каждый день, то я вот такая, что в качестве маски такой волшебной, да, для вот этой зоны, для нейтрализации там ультрафиолета, для поддержания кожи, для убирания явлений куриной шкурки. Ну, то есть все это действительно работает. Было бы желание. Так что вот такой волшебный крем.